Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения! С вами Елена Ситникова. Итак, мои хорошие, моя майка сначала задумывался как топ, но получилась достаточно длинная майка, готова. Назвала я эту майку отдыхалочка или майка на раз-два-три. Связалась она буквально за два дня. Я намеренно выбрала такой проект, чтобы связать его быстро, потому что сегодня я пойду за новой посылочкой. Это итальянская пряжа. Я знала, что она мне уже идет, но у меня было два дня, и, конечно же, начинать что-то грандиозное мне не хотелось. И за эти два дня я успела связать эту красоту. Итак, напомню, что спонсором этого проекта был магазин Ярн-21, который предоставил пряжу Элеганс. Значит, в данный момент это цвет 115-й. У меня было этой пряжи 350 грамм, и майка весит где-то 340 грамм, но у меня осталось еще 40 грамм. Вот такие чудеса. Когда я взвешивала эти моточки, они весили больше, чем 50 грамм. То есть там где-то плюсом шло плюс 8, плюс 10 грамм. И с 7 моточков, то есть накопилось лишнее где-то 40 грамм. Вот я вам показывала узор из этой пряжи, из этого оттенка. Прекрасно пряжа держит араны, араны косы. И я думала, что мне вообще не хватит даже на топ, но пряжа оказалась экономичной. Значит, здесь 160 метров, по-моему, в 5... Нет, даже 130 метров. 130 метров на 50 грамм. И здесь 88% хлопок и 12% это металлик. Вот это вот люрексовая ниточка. Девочки, я постирала эту маечку. Ну, она еще чуть-чуть влажная, но мне не терпится вам показать. Пока у нас на улице солнечно. В общем, чтобы это красиво рассмотреть. Немножко не передает оттенок. У вас в голубизну он ярко-ярко-бирюзовый. Вот опять, видите, вышло солнышко, где-то получилось тень. И уже в кадре не то. Так что я иногда поглядываю на небо, как там тучка закроет солнышко, тогда все более-менее нормально в кадре. Но зато на солнышке очень хорошо сейчас вам показать, как пряжа переливается. Девочки, эта красота красивая. И вот несмотря на вот эту вот толщину, вы видите, что пряжа шнурковая, но это очень будет модель на жаркое-жаркое лето. Ну, потому что вот ажур, в общем, к телу приятно. Металлическая вот эта вот пряжа люрексова не колется от слова совсем. И пряжа у меня не села, как я читала отзывы, что она садится. Я вот вчера ее постирала, а даже немножко вытянулась. Так что еще один миф я для себя развеяла. Не знаю, может быть, это, ну, как бы вот такой узор и вытянулась, и поэтому не села. Я не знаю, девочки. У меня даже вытянулось. Я сейчас вам расскажу и о размерах, и о тонкостях, и вообще, что меня навеяло. Такая мысль пришла в голову. Вот я просто даже не знаю, как это получилось. Сейчас вам покажу, в чем дело. Я сейчас вам показываю низ изделия. Изделие вязалось одним полотном, то есть спинка и перед вязались снизу вверх, и наборный край у меня был вот здесь. А вот здесь я, получается, заканчивала. И вы посмотрите, что перед вытянулся вот здесь. Ну, вот такая вот получилась изогнутая линия. Если вот так вот не знать, что здесь совершенно прямо, безо всяких прибавок, то можно подумать, что здесь укороченные ряды. Но их здесь нет, девочки. Все было абсолютно прямо. То есть наборный край вот этот. А заканчивала я закрытие петель со спины. Потом скажу о тонкости и хитрости. Но имейте в виду, вот очень хорошо, что я выбрала эту сторону передом, могла ее оформить как спинку. И тогда бы у меня перед закончился вот так квадратным образом. В принципе, не столь важно, но мне очень нравится то, что перед имеет вот такой округлый край, сам собой образовавшийся, а спинка вот такая прямая. Так что обратите внимание, если будете вязать эту модель, если вы хотите спереди вот такую изогнутую линию, вот опять солнце вышло, и получается тень, то это должен быть перед. Заканчивайте, закрывайте петли по спине. Вообще, хочу сказать, что это какой-то волшебный топ. Сложность вообще нулевая вязание. Посмотрите, я положила карандаш, то есть вы понимаете, что вязалась снизу, безо всяких отрывов. Сделался вырез горловины, просто тупо закрылись петли. Прямо я рассказываю вам в предыдущем видео. И здесь, по идее, не было скоса плеча. Посмотрите, я вам сейчас вот положила карандаш, вот линия горловины, и мы видим, что этот скос плеча как будто бы присутствует. Это просто какое-то волшебство. Я сейчас вам объясню, откуда взялась этот волшебный скос плеча. И он, этот скос плеча, очень хорошо, вот здесь я делала вот такие подрезы. Это, пожалуй, наверное, одна сложность, чтобы вот это сделать. Тоже расскажу, как. Так вот, вот этот скос плеча образовался, когда я обвязала по периметру вырез для руки крючком одним этим рядочком столбиков без накида. И вот из-за этого единственного ряда вот здесь он подтянул немножечко полотно и образовал нам вот здесь вот такой скос плеча. Ну, не правда ли? Ну, фантастика! Никаких швов по плечу нет. Единственные швы это боковые. Вот здесь вот я сшила, опять же, крючком столбиками без накида. И вы посмотрите, какой получился красивый шов. Опять понадобилась вот эта вот кромочная с накидом, чтобы получился вот такой красивый шов. Практически незаметный. Он здесь просто вписался. И если не знать, что здесь есть шов, то можно подумать, что это просто элемент, рапорт вот этого узора. Кстати, узор я показывала вам, как вязать. Мастер-класс по этому узору есть. Очень-очень красивый и легкий. Что еще изюминка в этом топе, в этой майке вернее, потому что она достаточно длинная. Я сейчас скажу о размерах. А здесь по боковым швам присутствуют разрезы. Опять пригодилась наша кромочная, которая не требует никакой обработки. Посмотрите, как это красиво. И я немножко удлинила спинку. Вот вы видите, насколько. И даже если вы не хотите удлинять спинку, но пятая точка у вас достаточно выпуклая и красивая, все равно свяжите тогда спинку немножко длиннее. За счет вот этой выпуклости у вас, если вы не свяжете длиннее, подскочит спинка и будет некрасиво. Перед получится длиннее, чем спинка. Учтите этот момент. Но я, мало того, что я дала этот припуск на пятую точку, я еще намеренно увеличила длину спины. Закончила я самым обычным способом вот здесь вот закрытия петель. Но еще я по краешку вот здесь прошлась тамбурным швом. Закрывала я петли самым обычным способом изнаночной. Вот вы видите. А потом еще по этой изнаночной прошлась тамбурным швом. Как он делается, я думаю, вы знаете. Это крючок. Обычные слепые петли. Вот, в принципе, и все. Да, соединяла я ниточки, поскольку пряжа вот такая, ну, достаточно объемная. Это шнурок. И я соединяла обычным ткацким узлом. Есть видео, как я это делаю, подробное и без всяких заморочек. Я просто делала ткацкие узлы, обрезала кончики под самый корешок. И у меня не было заморочек потом, как соединить ниточку и как спрятать узелок. Мне очень понравился этот способ. Конечно, он годится не для всех узоров, не для всех пряж. Но даже в лицевой глади, вот в платье ажурное, где пряжа была джинсы, там тоже сложно было спрятать пряжу. Я даже, кончик вернее, я даже перевязывала из-за этого. И потом перешла на ткацкий узел. И все было хорошо. Горловину я немножко переделывала. В том плане, что я слишком... Вот здесь это тоже обвязка столбиками без накида. Здесь два рядочка. И слишком стянула. В общем, второй ряд я даже несколько петель уменьшала. И в итоге мне не понравилось. Распустила эти два ряда и перевязала. То есть, сделала немножко горловину пошире. Она по-другому легла. И второй ряд я выполняла столбиков без накида за заднюю полупетлю. То есть, не за две полупетли, а за одну. И здесь вот получились вот такие красивые косички. Вы их сейчас видите. Это вот как раз за счет того, что я хваталась крючком за одну полупетельку. Вот, в принципе, и все. Значит, топ, я сказала, весит 340 грамм. Ширину, сейчас померяем и длину, я скажу. Я выполнила достаточно широкую пройму для руки. Для того, чтобы эту топ-майку можно было одевать как жилет. Причем, это смотрится красиво и на голое тело, если одеть просто бюстгальтер бежевого цвета. И эта майка красиво смотрится и на что-то там. Допустим, на рубашку или на то же платье с длинным рукавом. Очень красиво смотрится. Вот такая моя отдыхалочка. Ну, правда, девочки, ну это вообще, я не знаю. Это вяжешь и отдыхаешь. Два дня ушло у меня на вот этот прекрасный топ. Я продемонстрирую, конечно, вам его красиво и под ремешок. В общем, классно. Сейчас вот выверну, вы посмотрите на изнаночную сторону, на изнанку. Она тоже достаточно красивая и аккуратная. Если, как говорится, в попыхах не рассмотреть, то, в принципе, никто не заметит, что ваша майка одета на изнанку. Все очень аккуратно. Вот этот ткацкий узел нигде, абсолютно нигде не виден. Вот, пожалуйста, вот так выглядит этот шов крючком столбиками без накида с изнанки. И вот так вот выглядит сам топ. Ну, в общем, красота красивая. Что с одной, что с другой стороны. Все аккуратно. Мне даже не пришлось убирать узелки. Девочки, попробуйте хотя бы один узел убрать. Если вы против ткацкого узла, посмотрите, что у вас получится, чтобы не пришлось переделывать. Итак, по длине. Если мерить от спины, ну, со спинки, поскольку она длиннее переда, это вот здесь вот все у нас получилось, как я сказала, как получилось, все само собой. И это после стирки. Длина у меня составляет 76 сантиметров. Это длина топа по самой длинной его части по спинке. Вот я сейчас отойду, чтобы вы все видели. Теперь ширина. Итак, ширина топа после ВТО. Девочки, я не замерила до ВТО. Ну, вот где-то 55-56 сантиметров. Это без учета вот этих вот линий, прибавок по подмышечной части. Но оно совсем не по подмышечной. Но вы поняли, линия подреза, так скажем, где я увеличивала. Значит, здесь я плюсовала, вот вы видите, 3 рапорта узора. У нас узор составляет 4, рапорт составляет 4 петли. Вот я, значит, добавила, получается, 12 петель. Вот, когда дошла до вот этой подмышечной части. И все. Начинала я вязать с 98 петель снизу. 98. И 2 петли кромочные из них были. То есть, 96 это петли узора. 96 делится на 4. Я вам уже говорила, что этот узор вяжется, узор кратен 4. И плюс 2 петли кромочные. Так я провязала. Сейчас померяем, сколько сантиметров. Я потом вам схему нарисую. Так, давайте до подмышечной части. Но, опять же, это уже после ВТО. До ВТО, конечно же, было расстояние меньше. Поскольку у меня вытянулось 34 сантиметра. И потом стала увеличивать вот здесь петли. Итак, 56 сантиметров. Это ширина топа у меня. Но, опять же, это после ВТО. Мне кажется, он немножко вытянулся. Было у меня изначально 60 сантиметров. Но вот после ВТО стало 56 сантиметров. Я набрала 96 петель плюс 2. 90 петель это общее количество петель изначально. А спицы здесь 3,5... Ой, прошу прощения, 4 миллиметра. 4 миллиметра спицы. И провязала вот этим узором 34 сантиметра до линии подрезов. И потом стала прибавлять с одной и с другой стороны. Я прибавляла сначала 2 петли в одном ряду. Ну, естественно, потом здесь набросила эти 2 петли. И я добавляла воздушными петлями. Я думаю, знаете, как это делать. Изнаночный ряд просто провязала назад без прибавлений. В следующем ряду еще 2 петельки прибавила. И с этой стороны 2 петельки прибавила. Все в одном ряду вернулось. И третий раз я, по-моему, не прибавляла. А в четвертом ряду я прибавила сразу... Сколько-то там... Ну, в общем, добрала я всего 12 петель. Ну, вот сразу я прибавляла по 2 петли, а потом по 3, по 4 сразу. То есть, вот так вот плавно, а потом резко прибавила. Ну, вот разделите. Там 12 петель, получается 4 петли. Остаются 8 петель. Все правильно. По 4 петли я прибавляла 2 раза. То есть, прибавка. Вот здесь 2 петли, 2 петли, 4 петли, 4 петли. И таким образом я прибавила вот здесь вот еще 3 рапорта узора. С одной стороны и с другой стороны. И у меня получилось 110 петель. Я вязала эти 110 петель на ширину своего... Вот здесь вот выреза для руки. Кстати, я не померила. Сейчас померяем. Но, опять же, это уже собранное. Было немножечко шире. До того, как я обвязала. Где-то 25 было. А сейчас 22 с половиной. Ну, в общем, вот здесь вот это расстояние у меня было 25 сантиметров. Когда я прибавила с одной и с другой стороны, провязала прямо 25 сантиметров. Потом оставила с одной стороны 9 рапортов узора. Ну, умножайте там... Что там получается? 9 и 4, 36 плюс 1 кромочная. Значит, вот здесь осталось у меня 37 петель. Здесь 37 петель. И вот эти петли я просто закрыла самым обычным способом. Никаких скосов, ничего. Следующим рядом вернулась. Здесь добавила вот эти вот петли на спинку. Столько же, сколько закрыла. И пошла вязать опять вот обратно поворотными рядами. Провязала те же 25 сантиметров. Нет, не 25. Здесь будет побольше, потому что это спинка. Где-то 28 сантиметров я провязала с этой стороны. Потому что 3 сантиметра у меня не 6. Я говорила в том видео 6. Много 6 получилось. Вот эта вот часть 28 сантиметров. То есть, здесь 25 по переду, а здесь 28. И таким же способом я стала уменьшать петли. То есть, сначала 2 закрыла с одной стороны и с другой. Но здесь уже получилось, что в разных рядах. Если прибавить мы можем в одном сразу петле ряду, то закрывала, естественно, я, если я вязала отсюда, 2 закрыла, провязала ряд до конца. В изнаночном ряду закрыла 2 петли. Сюда провязала опять, возвращаясь в лицевом. 2 закрываю сюда, провязываю все. В изнаночном еще 2. То есть, все то же самое проделала, что я делала вот здесь. И вернулась на вот эти свои 98 петель. И пошла вязать вниз абсолютно прямо. Но я вам сказала, что у меня спинка длиннее переда. И вот эта вот вся получается, сколько я там, 76 сказала, да? 76 сантиметров. Это длина всего изделия. Вот такая получается выкройка. Вот мои расчеты. Конечно, вы можете... Здесь все очень просто, девочки, на любой размер абсолютно. Но топ на меня немножко великоват. В том плане, что я его намеренно вязала, чтобы носить и под поясок, и в свободном, так скажем, полете. Просто на что-то, на рубашку на длинную. Вы, конечно, можете свои расчеты сделать. Или убавить петли, или прибавить. Сделать абсолютно одинаковый скос. Вот здесь вот можно вообще без скоса. Просто полотном вот таким вот прямым связать с дыркой. И все. Вот такая вот незамысловатая, но очень эффектная модель. Ну, а потом все. И я вам рассказала, как я обвязала рядочком столбиков без накида проймы для руки, тем самым сформировался скос плеча. И обвязала вот здесь вот горловину. Тоже столбиками без накида два ряда. Вот, в принципе, и все. Совсем забыла. Хочу вам показать, как я все-таки делала этот шов, который практически незаметен. Пригодилась вот эта кромочная, о которой я вам рассказывала. Вы видите, что здесь несколько граней. Вот грань и вот грань. То есть две косички. Так вот, цепляясь за вот эту грань с этой стороны и за эту же грань рассмотрите, вот с этой стороны я просто провязывала столбик без накида. Вот у вас одна грань, вот вторая грань. Вот так вот подхватываем за эти две грани, не стягиваем, а даже растягиваем немножко петли, потому что это боковые петли, они немножко больше. То есть петля это два ряда, а мы сейчас вяжем одним рядом, поэтому здесь не затягивайте. Вот рассмотрели одна грань, вот вторая грань, зацепились за одну петельку, зацепились вот здесь за вторую, видите, вторая грань у нас осталась на той стороне, и провязали столбик без накида. И у вас вот такая косичка получается. Вот она. И она очень хорошо вписывается в ваш узор, и шов у вас получается по лицу. Ну, а здесь вот подмышкой, здесь то же самое, но таких граней у вас не будет, но это вот только подмышечная часть, потому что там мы прибавляли, и у нас, естественно, нет такого красивого края. Ну, тоже смотрится довольно-таки красиво. Друзья, посмотрите, какое у нас сегодня небо. Ветер, правда, но солнечно. Вчера целый день опять лил дождь. Вот так распустились деревья. Красота красивая. Сегодня обязательно пойдем с Лешиком гулять. Возьмем с собой чай и обязательно пойдем. Очень красивые облака. Просто прелесть. Так что свяжите себе обязательно такую красоту. Вяжется буквально за два дня, и это незаменимая вещь для жаркого лета. Просто классно. Ну, а я пойду приоденусь и покажу вам, как это смотрится на мне. Итак, друзья, демонстрирую. Значит, смотрите, почему я переделала вот эту горловину. Я надеюсь, вы уже догадались. Сейчас модна асимметрия, которая очень легко делается при помощи ремешка. Мы чуть-чуть вот здесь подтянули, и здесь немножко сделали вот так вот наискость, да, оголили немножко плечо. Конечно же, с узкой горловиной вот здесь этого сделать невозможно. Поэтому я здесь расслабляла немножко петли крючком, и получилась вот такая красота. Сейчас я покручусь, поверчусь. Покажу вам, что без ремня тоже очень красиво смотрится. Можно, конечно же, все поправить, сделать все симметрично. Вот так. Сейчас на мне, как вы поняли, по минимуму, но можно носить и на какое-нибудь изделие. Я сейчас вам тоже это покажу. Сейчас я сниму ремешок. Вы посмотрите, как это смотрится. Вот когда вот так все освободить. Вот такая вот красота красивая. Очень все вентиляция стопроцентная. Несмотря на то, что кажется он такой массивный этот топ, но за счет вот этого ажура и за счет того, что это все-таки хлопок, практически стопроцентно, если убрать эту люрексовую пряжу. В общем, девочки, я довольна. Еще что хочу сказать. Поскольку топ немножко вытянулся после стирки, а я надеюсь, что он сядет, но не сел. Смотрите, вот если вам вот здесь не нравится, как вы понимаете, вот эта линия у меня опустилась, то есть она вытянулась. В принципе, меня устраивает. Но вот как будто бы здесь вот что-то лишнее. Смотрите, что можно сделать. Этой же шнурковой пряжей мы здесь вот можем ее вставить. Сейчас я поправлю. И вот так вот приподнять плечо. То есть здесь у вас будет просто шнурочек. Это может быть даже будет как дополнительная деталь в этом топе. Эта вот идея пришла буквально сейчас. И вы можете вот так подтягивать. Сразу поднимается у вас вот эта вот часть. Так что не расстраивайтесь, если что-то не то пошло после стирки, все можно поправить. Я сейчас делаю вот здесь шнурочек этот. Здесь получится у меня такой вот, ну как завязочка, бантик, да. Его можно вытащить, его можно убрать. Это все минутное дело. Но тогда мы видим, что меняется, поднимается вот эта часть. И вроде бы как-то все аккуратнее. Но в принципе меня устраивает и вот такая брутальность. Да, вот кажется, что здесь немножко много. Но, тем не менее, меня все устраивает. Друзья, ну а вот теперь вот такая у меня рубаха туника. Удлиненная. И вот так смотрится совершенно по-другому. Как будто это другая майка, жилет. В общем, смотрится вот так. Можно сюда, конечно, ремешок одеть, но тогда рубаха моя подскучит, а мне и так уже длина вот впритык. То есть этот жилет, он хорош под что-то длинное. Но это, на мой взгляд, длинная юбка, длинное платье. Но все равно вот этот образ мне вполне тоже нравится. Он устраивает летний. Вот так смотрится на рубаху. Друзья, решила вам показать еще вот это платье, которое мне пришло от магазина Космобель. И его вам показывала моя дочь Анечка. И сейчас вот я его достала. Говорит, Лешик, попробуй одень. А вдруг оно тоже будет хорошо под этот жилет. Девочки, я, вы знаете, я счастливая. Немножко, конечно, вот здесь вот. Ну, здесь очень много получается. А здесь, здесь получается, как будто не хватает. В общем, я не знаю, где чего убирать. Но, тем не менее, уже что-то где-то убралось. Потому что сидеть, оно стало на мне немножко лучше. Вы все ждете от нас рассказ о нашей диете, о нашем, ну, как сказать, рационе. Обязательно расскажем. Но, единственное, я просто что хочу сказать. Уберите из своего рациона сладкое и мучное. И дело пойдет. Правда, не сразу. У меня вот два месяца уже, третий месяц пошел. И уходит не очень-то быстро, но все-таки уходит. Ну, а сейчас я померяю жилет. Вдруг он и сюда подходит. Друзья, ну что, волшебный жилет все убрал. Вы посмотрите. Все прикрылось, то, что там торчало. И уже можно даже носить это платьице. На самом деле, платье просто классное. Тонюсенькое. Оно вот смотрится, как джинса. И вроде такое тяжелое. На самом деле, оно очень легкое. И для лета самое оно. И, кстати, под этот вот цвет, под эту джинсу, мне кажется, очень классно смотрится. Можно добавить сюда поясок. Но мой главный эксперт сказал, не надо. Сейчас еще одену один образ под свое длинное платье. И это будет уже последний образ, потому что я уже вас утомила. Еще один образ. Ну, и еще один образ под мое любимое платье. Платье из интернет-магазина Ньюшик. Я его просто обожаю. Жду тепло, когда же это все у нас наладится с погодой. И очень красиво смотрится под синий цвет. Вообще, этот цвет бирюзовый. Я вычитала. Он очень модный в этом сезоне. Ну вот, дорогие друзья, вяжем эту красоту. Вяжется на раз, два, три. Я вам всем желаю успеха. Готовимся к лету. Оно обязательно наступит. Я вас всех обнимаю. Всех люблю. И до скорых встреч. С вами была Елена Сидникова. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова